Привет, мои хорошие! Последние серии пятого сезона получились какой-то кашей, в которую засунули столько всего, что просто глаза расширились сами собой. Некоторые эпизоды были простыми и особо не выделяющиеся, но здесь просто все свалили в одну кучу. Столько вопросов и ни одного ответа. Последние два эпизода точно могли растянуть на несколько отдельных историй. Хочу затронуть лишь один момент, который вполне мог бы быть отдельной интересной историей, одну из которых пропустили горе-сценаристы. Нам показали новых монахов Ордена Хранителей – Лука, его отец Джаггин Стоун и его бывшая ассистентка Пенни Роллинг. Их мастером-учителем является Хранитель Сухан. Как? И главное, когда они стали монахами? В момент нападения армии Габриэля они находились вместе. Видимо, у них была очередная тренировка. Они были на каком-то пляже курортного городка. Видно, что пляж ухоженный, стоят зонтики, а неподалеку виднеются высотные дома. Джулика, увидев брата, очень удивилась о его новых способностях. На что он ответил, что это долгая история, и эта фраза о многом говорит. Лука мастерски владеет искусством чудесного кунг-фу, и этому он должен был учиться годами. Когда он успел этому научиться? Ведь его не видели буквально пару дней. Я бы предположила, что они используют незнакомого нам Квами со способностями останавливать время. Хранитель Сухан четко излагал правила о запрете использования Квами самими хранителями. Но после последних событий он понял, что эти правила устарели, и для всеобщего блага можно делать исключение. Возможно, существуют Квами силами повторения дня, типа день сурка. Так можно объяснить мастерство новых учеников. Каждый из них обучается не просто так. По окончании обучения им будет присвоено звание Хранитель Шкатулки Чудес. И каждому из них выдадут неизвестные нам шкатулки с невероятными Квами. Возможно, они станут яркими событиями в шестом сезоне. Мы лишь можем пофантазировать, хозяевами каких Квами они станут. Ранее я уже придумывала некоторых Квами, и некоторые из вас их узнают. Имена не всем были придуманы, поэтому надеюсь на вас. Напишите свои идеи. Помните, в каждом имени должны присутствовать двойные буквы. Например, Квами муравей, он может дать силы уменьшиться до размеров реального муравья, но при этом обладает недюжиной силой. Ведь, как мы все знаем, обычный муравей может поднять в 50 раз больше своего веса. Муравей по-английски ант, так что он мог бы зваться именно так. Внешне он абсолютно черный, с голубыми глазами. Следующий Квами енот. Он в черно-белых тонах. Он очень любопытный. Это Квами логики и интуиции. Его назовем кон. Легенды о Квами панда давно ходят на просторах сети интернет. Я сделала вот такого милашку и назвала панди. Ее способности неизвестны. Буду ждать ваших идей. Квами лягушка дает силы прыгучести и возможность ползать по отвесным стенам, имея на руках некие присоски. Возможно, у него в качестве оружия будет липкий хлыст, имитирующий язык лягушек. С помощью него он сможет выхватывать предметы прямо из рук недоброжелателей. Можем назвать его Фрогги. Квами хамелеон очень серьезный. Его способность – невидимость. Он может слиться с окружающей средой так, что ни один противник его не обнаружит. Жду от вас идей с его именем. Квами попугай очень трусливый, но очень яркий. Может, он обладает силой красоты? Его оружие – это умение убедить противника в красоте этого мира. Увидев, сколько вокруг прекрасного, противник сам встанет на сторону добра. У меня самой есть дома волнистый попугайчик, и его зовут Кеша. Но мы же не станем его так называть. Прошу вас не оставлять его без красивого имени. Мне нравится образ, придуманный мной Квами Мухи. Он дает силы неуловимости и способности летать. Квами любви тоже должен существовать, и его способность дарить чувство любви людям. Супергерой может быть похож на известного нам Купидона, но здесь он будет метать стрелы любви, а не раздора. Каменная Квами трансформирует хозяина в каменного великана. Этого Громилу непросто будет одолеть. Но как же обойтись без Квами белого кота, который безусловно заслуживает свой камень чудес? Костюм супергероя даже придумывать не нужно. Мы все видели кота Блана. Другое дело Квами белой волчицы. Тут нужно подумать, какой силой она могла бы обладать. Костюм супергероя точно будет в светлых тонах. Я бы очень хотела посмотреть на такого милашку в мультсериале. Квами черного ворона обладает магией ночи. Он может обратить день в ночь. Это может очень помочь другим супергероям, которые прекрасно видят в темноте, в отличие от их соперников. Серия Леди Вайфай меня вдохновила на создание подобного Квами. Квами Вайфай может телепортировать супергерой с помощью устройств в технологии сотовой связи. Леди Вайфай на стороне добра может внести большой вклад в команде супергероев. А как вам такой забавный чудик? У него перевязано ухо, и это Квами неудачи. Неудачи тоже может быть оружием. Представьте себе схватку с таким супергероем. Он своим касанием может заразить невезением, и тогда у суперзлодея будет все валиться из рук. И у него не будет ничего получаться. Он станет беспомощным, и его легко можно будет одолеть. Квами Далматинец. Очень симпатичный, но его имя и способности я пока не придумала. Костюм супергероя будет очень эффектным и нарядным. А этот красавчик с рожками напоминает чертенка. Пусть он будет Квами темной стороны души. Супергерой с таким Квами сможет убеждать соперника делать то, что он не хочет, и тем самым стать уязвимым. Но если у нас уже есть Квами белого кота, то должна быть и Квами антибаг. Черная Квами напоминающая теки. Ее силы будут напоминать способности леди баг. Отличие лишь в том, что она не сможет ловить акум, и восстанавливать разрушение после битвы. Квами писец очень красивый, пушистый, с голубыми глазами. Писцы относятся к роду лис, значит он обязан обладать силой хитрости. Но какое у него будет при этом оружие, неизвестно. Ну а это что за Квами? Подскажите мне, пожалуйста. Квами огонек очень зажигательный. Его способность говорит сама за себя. С таким Квами нужно быть осторожным, ведь его оружие огонь. Он может вызвать значительные неприятности в плохих руках. Противоположностью огонька будет Квами воды. Она сможет вызывать наводнение и управлять потоками воды. Он буквально сможет смыть злодея с лица земли. Квами паук, наверное, трансформирует в супергероя, похожего на Человека-паука, который будет метать паутины и плести ловушки, куда может попасть полностью обездвиженный противник. Придумайте своих Квами и напишите мне их способности. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь, жмите лайк и колокольчик. Пока-пока, мои хорошие! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok